Друзья, всем привет! С вами Немонте. Сегодня вам покажу, где самый популярный находится Гирос, где находится рынок, мегамаркет, где можно пожарить рыбу. Давайте я вам сейчас покажу. Я сейчас нахожусь возле главного светофора, называется Ядранский путь. Здесь эта дорога, можно уехать на аквапарке, находится самая крутая дискотека у Будды, называется Топ Хилл. А вот центральная дорога, куда уходит, это на аэропорт Тиват, откуда вы все приезжаете в центр туризма Будды, Котор, Герцог Новый и до границы Хорватии можно доехать по этой дороге. Центральный светофор. Пойдемте дальше, походим. Здесь находится Олимпикс, где можно купить кроссовки, маечки, шортики. Здесь у нас находится Обуча Миня, это сербский бренд, где можно купить кроссовки, ботинки от 25 евро. Мне сейчас скидки, вижу 30%. Здесь Ориджин Анмариненс, для детей можно купить одежки, маечки, шортики, купальные, игрушки. Пойдемте дальше. Здесь, с левой стороны, находится у нас Косметикс. Можно купить памперсы, мыло, шампуни, помады, кремы, все, что необходимо. Здесь, с левой стороны, у нас находится Адикабан. Это Будва. Здесь Бомбини, детский магазин. Вот, неделю назад тут еще были 50% скидка на определенные вещи. Здесь Бео Спорт, 20% на вещи. Все равно вещи, скажем так, дороже стоят. Вот 50%, от 20 до 50% можно купить здесь вещи. Вот магазинчик Инн, спортивный. Ямая, нижнее белье продается. На улице сегодня 31 градус. Жарко. Табакошоп работает. Сигареты продаются, журналчики. А еще здесь есть аптека. Называется Поповичи. Иногда продаются здесь русские таблетки. Фармацептика. Вот здесь Попович. Здесь находится Сити Кафе. Находится Косметикс. Находится Банк РСТ, где можно денежку снять. Вот, торговый центр Текю Плаза. Мы пойдем сюда с вами. Вот, Мегамаркет. Зеленая пьяца. Это рынок. Здесь всеми любимые Гирос. Он раньше был на набережной. Его снесли и принесли сюда возле рынка. Все, кто искали и знают Будву. Это школяри. Вот здесь делают Гирос. Гамбургер. Вкусно. Давайте посмотрим цены. Что почем. Очень быстро. Вы ждете максимум 7 минут, чтобы вам приготовили тот же один Гирос. Вот он крутится. Вы заказываете. Блинчик жарится. Вот Гирос. И тут у них... Там можете себе заказать капусточку, помидорчик, огурчик. Вот так вот стоите, кушаете. Гарнир вы сами себе выбираете, что вы хотите. Тартар, соус. Я люблю, например, Гирос беру с тартаром, айваром. Это перец печеный, молотый. Подобие что-нибудь такого, как лечи получается. Капусточки, огурчиков солененьких. Ну и хватит. Вот смотрите, здесь возле рынка продают мед и оливковое масло. Сразу вам хочу сказать, вот зеленое оливковое масло, такое оно не бывает. Оно крашеное, оливковое масло. И лучше так не покупать, потому что все на солнце, горчит, вино скисает. Желательно, если покупать, то покупать в большинство магазинов. Здесь находится у нас рынок. На рынке можно купить прошут. Вот даже дегустируют прошут. Чао. Здравствуй. Здравствуй. Здесь даже можно попробовать прошут. Да, я вам покупать. Видим. Так и наш свинину, поведенную тоже. Есть прошут свинина, говяжий. Вот на тарелочке можно попробовать. Да, вот тут тоже, видишь, так, баранина. Здесь все вакуумируют. На скидку, да, можно довакуумировать классно. Пало. И масштаб, то есть все это хорошее, тоже микс. Сейчас мы посмотрим цены. Пало липо. Да, спасибо. Здесь можно купить овощи, фрукты, черешню. Цены можно почти не видеть на продукты. Все зависит от туриста. Цена может, скажем так, идти за помидоры от 2 евро до 3 евро. Это прошутся вакууми, дают на пробу. Пало. Сыры есть. Есть свежая рыба, креветки. Давайте посмотрим. Цены нету. Цены на все нету. Можно поспрашивать. Как они не стоят? 50 евро килограмм. Кальмары стоят 15 евро килограмм. Да, да. А котики? 10. Креветки стоят 10 евро килограмм. А эти тигровые? 20. А вот эти тигровые стоят 20 евро. Есть устрицы. Какого камень цико стоят? 2. Устрица называется каменьца. Стоит 2 евро. А дорада? 12. Дорада стоит 12 евро. Себаз 12 тоже. Себаз 12 евро. Можем почистить рыбу? Могут почистить рыбу сразу здесь. Есть форель. 6. Форель стоит 6 евро за килограмм. Есть морская рыба. Есть гольф. Есть арбун. Все морское, свеженькое. Тут же могут почистить ее. Есть миди. Муж ли кушать? Миди стоит 2 евро за килограмм. Классно. Есть клубника. Сейчас мы можем спросить, сколько клубники и черешни стоят. Фрукты наши сейчас пошли. Какая черешня стоит? Трешня стоит 3,5 евро. Даже ее можно попробовать. А ягода? Клубника стоит 3,5 евро. Фало. Вот клубнику можно купить за 2 евро в магазине. Черешню можно купить в магазине от 2,60 до 3,60 за килограмм. На рынке можно купить сыр. Вам также его заквакуумируют. Можно живой сыр купить. Есть каймачок и помазать на хлеб. Вот каймак. Можно попробовать даже сыр. Фало. Вот это каймак. Он живой сыр. Он действует до 5 дней. Это листовой сыр. Похоже на моцареллу. Это овечий сыр. Козы. И вот моцарелла. Козы и моцарелла. Фало. Здесь паршюты краснорежут и завакуумируют. Вот. Они говорят акции. Давайте спросим, сколько стоит паршют. А сколько кошек килограмм паршюта? Килограмм паршюта стоит 12 евро. Фало. Девочка даже с вами поздоровалась. Даже на велосипеде можно на рывах заехать. Видите, как удобно. Потому что велосипед не где ставить. Сколько сухие печерки? Сухие печерки. ТСУ 7. Килограмм. За 100 грамм. 7 евро стоит килограмм сухих белых грибов. Так, почти много чего вам рассказал. Все, не будем проходиться, что почем стоит. Приблизительно цены всем понятны. Классно. Мне сегодня разрешено на рынок, потому что иногда люди бывают здесь злые, не дают снимать. Пойдемте дальше. Вишня, черешня. Смотрите, какая большая черешенька. Давайте спросим, сколько она стоит. Так, кто здесь? Никого нет. Сейчас посмотрим. Здраво. Сколько черешня кошка? Вот, черешня такая крупная, стоит 5 евро. Здесь можно оставить машину бесплатно. Машину можно здесь оставить на полчаса, пока вы берете, покупаете. Вкусно. Сурочек, черешня. В магазине пока походишь, по рынку пока походишь, накормят, напоят. Опасно ходить. Сразу скажу, жарко на улице. Здесь у нас находится супермаркет. В супермаркете можно купить свежую рыбку форель, мясо. Все, что необходимо. Большой маги-маркет. Так, пойдемте дальше. Возле маги-маркета можно купить полотенце, трикотаж. Нижнее белье, полотенце. Здесь 30% скидка. И возле этого трикотажа есть рыбный магазин. Пойдемте, посмотрим. В рыбном магазине здесь продуется рыба. Можно сравнить цены. Здесь рыбу могут почистить. Вот форель там была по 6, здесь по 10. Так, это маленькая. Так, дорада здесь 25 евро за килограмм дорада. Зубатка 23 евро за килограмм. Сибас 25 евро за килограмм. Там дешевле, чем здесь. Форель здесь 6 евро. Маленькая, там большая 6. Здесь выходит немножко подороже. Плюс вы платите по 3 евро. Рыбу вам здесь взяли. Вы рыбу взяли. Здесь вам почистили. А наверху пожарили. Чтобы пожарить рыбу, неважно. Рыба имеет полкилограмма, килограмм. Вы платите 3 евро за то, что вам пожарите. Здесь вы ждете свою рыбку. Здесь находится пекарня, где можно купить выпечку. Пойдемте дальше. Здесь тоже есть аптека. Вон там находится аптека. Где можно купить самую популярную? Это маску. Пойдемте дальше. Извините, пожалуйста, что жую сыр. Кем угостили мне? Сыр коровьи мне угостили на рынке. Черешню угостили. Прошутом угостили. Уже можно перекусить. Вот аптека. Если у вас маски нет, вы заходите в аптеку. И сразу вот здесь берете масочку. Масочка стоит 10 центов. Если вдруг у вас маски нет, чтобы зайти в аптеку. Вот здесь такой вот райончик. Вот, скажем так, вы с рынка вышли. Здесь торговый центр. Находится парковка стоит 80 центов евро. А вот здесь, если место вы найдете, здесь бесплатно можно поставить парковку. На парковку машину. Бесплатно. Ее не заберут. А если оставить машину вот так, сейчас вам покажу, как оставляют местные. Эвакуаторщики знают, чья машина. Где пишет ориентокар, где обычно, они знают. Свои машины тоже знают. Вот эти все машины, что здесь стоят, а эвакуатор может забрать. Штраф строить за машину 144 евро. Если вы пришли, когда эвакуатор пришел, хочет забрать вашу машину, и вы уже пришли, говорите, не, не, пожалуйста, не забирайте. Но он уже хочет ее цеплять. Вы скажете, пожалуйста, оставьте машину, вам документы, мы поедем за вами. Тогда вы платите штраф 50 евро. Эвакуаторщик забрал ваши документы, вы за ним едете 50 евро. Если он поднял по столу машину, тогда 144 евро выплатите штраф. Вот улица. Тут находятся магазины, находятся телефонные операторы, Тиком, Промонте. Здесь спортивный магазин Каспорт, где можно купить кроссовки, доступ за доступные денежки. Но мы с вами пойдем по другой улице. Здесь мы с вами проходим, если вы все смотрели мое видео, здесь находится торговый центр ТК Плаза. В нем находятся два ресторанчика. Бобла и Вов ресторанчик. Вот, скутеры можно так вот оставлять, как вам покажу, если вы арендовали. Скутер никто не заберет. Извините, может быть быстро, снимаю видео. Вот, если вы так скутеры оставили, вас скутер не эвакуирует вот отсюда. А вот машины, послушайте меня и долго здесь живу 13 лет, машины, пожалуйста, ставьте на парковку. Не экономьте вот этот евро, полтора или 80 центов. Всегда машину ставьте на парковку, чтобы не испортить себе отдых в Черногории. Эвакуатор заберет машину, вы должны потом искать. Машины не крадут. Это эвакуатор все забирает. Машину, если вас все заберут, вы будете искать, где ваша машинка на каком парковке находится. Если в Будве забрали, то находится парковка, где эвакуируют машины, возле ОКОВ. Возле Китайской. Говорите, где китайский? Идите туда. Там есть парковка напротив китайского, где находится ваша машина. Там же вы ее оплачиваете на месте и забираете машину. Если на месте нельзя оплатить, то вы идете на эту почту и на почте оплачиваете штраф. Возле почты есть банкомат, а еще вот есть здесь МТЛ. Есть ТИКОМ, промонты, и здесь есть МТЛ, оператор. А у них очень удобно. Они летом делают. 10 евро стоит 500 мегабайт на 2 недели и 15 евро в месяц стоит 500 мегабайт. Здесь находится банкомат, ЦКБ, Сарногорский коммерциональный банк, где можно снять денежку. Находится маркет и находится почта. Вы хотите зайти в магазин, захотите заходить в торговый центр, в аптеку, на почту, везде нужны маски. На улице маски не нужны. Можно на лавочке так посидеть. Вот в парке, по любому таким вот видам, возле пальм. В среднем цены в всех магазинах одинаковые. Где-то на 50 центов дороже, где-то на 50 центов дешевле. На почте можно оплатить, турчический сбор, если вы приехали в Черногорию. Цена идет 1 евро по человеку. Дети до 12 лет ничего не платят. После 12, 50 центов для детей. Вот женщина продает ягоды, малины, цена будет такая, как и на рынке. Может чуть даже дороже на 50 центов. Ну, скажем так, на 50 центов дороже, это не страшно. На рынок не нужно идти, можно сразу возле нее купить. Но есть один минус, где это все можно сполоснуть. Это нужно идти на набережной, находится в сери-кафешке, заходите прямо в барные сутки, говорите, можете помыть нам черешню. Или идете в туалет, в туалете моете черешню. Так, что еще вам рассказать? Мы сейчас пройдемся не прямо по набережной, пройдемся по другой, параллельной набережной. С вами покажу вам паб, где для взрослых можно посидеть, попить пиво. Здесь вот кроксы продают, от маленьких до больших. Здесь сразу мороженое. Здесь пляжный инвентарь, клюги, полотенце. Ну, видите, сами детям поиграться. Ведерки. Здесь открытки, магниты, сувенирницы. Вот, впереди находится набережная, а здесь, с левой стороны, находится горка. Вот днем на этой горке очень жарко, она нагревается. Лучше на эту горку уходить рано утром, скажем так, если вы идете на пляж покупаться, с бабушкой оставить детей и сами идете купаться. Или ждете, чтобы ребенок покатался 15-20 минут. А лучше на эту горку приходить ближе к вечеру, когда солнце садится после 6 часов. Вот. Детей всегда много, можно всегда познакомиться. Даже с местными или с русскоговорящими. Лазилки, горочки, качельки есть. Тут тысячка агентства, какое продает из Курсии по Черногории. Мороженое. Здесь можно купить какое-то плачечко, маечку. Можно даже в магазине торговаться. Здесь чехли для телефона. Скажем, друг, если у вас разбился стекло на телефоне, и чтобы его заменили, вы будете ждать 2-3 дня. Оставите телефон, сразу на месте вам не заменят. Потому что все такие вот дела отправляют на Подгорицу. Там чинится и возвращается обратно. Подгорица это наша столица. Мороженое года, пойдемте зайдем. Есть ассортимент 12-24. 24 вида мороженого. Вот горячий шоколад течет. Вот разновидность мороженого. Здесь вы на кассе оплачиваете, вам накладывают мороженое шпателем. Берет отсюда круглый кекс, печенюшку, белый шоколад или черный шоколад. И здесь вам выдают его. Можно просто стаканчик. Вкусное мороженое. Вы придете сюда, попробуете это мороженое. Кому-то может оказываться за 2 евро дороже, но выходит как подобие как 2 шарика, но оно стоит того. Стоите этих денег. Очень вкусное мороженое. Я на него подсел и только его один. Но иногда захожу в русский магазин, у нас есть русский магазин Mixmark и покупаю там обычный наш пломбирчик с разным вкусом. Шоколадный, пломбир, сливочный или с изюмом или с малинкой. Это магазинчик Paradis. Paradis серская трикотаж, скажем так, серская мода, где можно купить сумки, одежду. Вот то, что я вам говорил, что на лошадке можно покататься. Детское развлечение. Даже для взрослых можно поиграть в футбол. Настольный футбол. Сегодня новое, сразу скажу. Но различить детей немножко можно. Вот, няч покидать в баскетбол. Все почти по одному делу. Играть можно пять минут. Пять, две минуты. А самое интересное. Много мне вопросов вы задаете в ютубе. Много все для детей. Да, у меня просто двое детей, поэтому я снимаю большинство для детей. Люди, такие приезжают, чем занять детей. Взрослых легче занять. Вот, здесь у нас считается самый крутой паб Будве. Это ядра. Здесь восемь видов пива. Белое, светлое, нефильтрованное, темное, вайс, дункель. Здесь можно в меню есть у них колбаски мюнхенские с тушеной квашеной капусточкой. Вкусно. Прямо заходите и говорите дайте бокал пива. Здесь за столиком вы сидите и пьете пиво и любуетесь как туристы ходят. Вкусное пиво. Вечером здесь живая музыка дискотечная. Можно посидеть, послушая музыку, отдохнуть, познакомиться. Здесь есть маленький музей хозяин, коллекционирует старые мотоциклы, автомобили. Вот Линкл. Там старенькие еще есть машины. Я сейчас не буду заходить. Люди сидят, чтобы их не снимать. А это с этой стороны. С другой стороны возле моря находится ресторанчик, где можно поесть рыбу, морепродукты, мидии, вунглы, креветки, осьминоги, кальмары. Можно мясо поесть, супчик поесть, салатик поесть. И тут уже пошли все ресторанчики. Вот Олимп ресторан. Люди здесь местные большинство сидят, потому что здесь горка находится, где с детьми можно посетить. А на улице уже большинство все туристы сидят, смотрят на море, а не на горочку. Здесь у нас есть городской садик. Здесь справа у нас городской садик есть. Садики школы у нас городские бесплатные. частные садики. Садики частные стоят у нас от 200 евро до 500 евро. школы есть государственные бесплатные. Частные у нас школы платные. Стоят школы в год от 4,5 тысячи до 13 тысяч в год. В садик чтобы записать ребенка государственную или школу вам нужно временное место жительства в Черногории. Это я вам потом расскажу после сезона как можно сюда приехать в Черногорию и легализоваться. Очень легко. Даже не заморачиваться. Купили билет прилетели и легализовались. Другой вопрос. Чем здесь заниматься? Здесь продолжаем. Сувенирные магазинчики за евро можно магнит купить. Очки 10 евро. Где-то места можно за 8 и за 5 купить. Что касается именно мое мнение. Я решил больше я путешествую по странам и решил больше не возить эти магнитики кружечки тарелочки и все остальное. Я везу еду. Конечно еду. Все национальное. У нас в Черногории национальное что люди отсюда именно везут это прошут. Это хамон на черногорский. Прошут. Есть два вида именно свиного. Есть молодой и старый. Молодой такой больше нежненький старый. Он больше по суше и насыщенный вкус. сыры у нас много балканских сыров черногорских сербских боснийских есть сыры итальянские здесь парковка но на эту парковку вы не можете заехать здесь паркуются местные жители у них специальные пропускные есть кто имеет рестораном владеет кто квартирами владеет кто на марине имеет свою лодочку вот здесь пропускной а еще вот здесь есть ресторан перла мне очень он нравится всегда можно спрятаться выпить позавтрак хочу вкусные завтраки пицца мне очень не нравится и возле ядраны есть пивной академия пива вот академия пива у них где-то 6-7 сортов пива стоит зайти сюда в академию пива ну давайте пройдемся а то задалека ничего не видно сказать вы пальцем показали Женя а я ничего не вижу пойдемте прям разжую как где что находится так первая у нас перла есть такой парк где можно спрятаться с жарей посидеть заказать кофе на вынос вот так выглядит ресторан перла эти лавочки есть маленькие парки где можно посидеть отдохнуть вот ресторан перла наверху находится можно арендовать апартаменты или купить квартиру здесь прямо здесь наверху 3500 за квадратный метр а здесь вот пивной бар академия пива вот так и пишет академия пива еще самое интересное что здесь есть вот вы сидите думаете в телефоне сижу телефон сейчас посажу батарейку и что дальше делать хочется немножко посидеть отдохнуть здесь у нас есть уличная библиотека каждый житель приносит сюда свои книги книги есть на местном языке вот он открывается журналки книги таких есть несколько у нас несколько есть закрыл есть несколько таких лодочек это открытая библиотека где можно взять книжку почитали и вернули местные жители большинство русскоговорящие и большинство русскоговорящие да скажу чем местные жители приносит сюда свои книги дома они читаются как ламам они принесли в библиотеку такую и вы приходите читаете меняете сегодня ну почитали зато другой почитали если поинтересовала понравилась книга и вы не можете и зачитать и на и люди берут себе домой как сувенир и поэтому библиотека всегда пустеет так пойдемте дальше мы сейчас потихонечку идем с вами до старого города здесь вот мороженое ассортимент мороженого шарик можно стоит 1 евро ресторанчик на первой линии на 2 много ресторанов где можно посидеть с одного другого можно доходить я люблю ресторанчики во первых где самые вкусные кофе потому что такие рестораны больше популярны здесь у нас черногории кофеманы и куряги много курит и пьют много кофе вот а я к вот ресторанчик вот здесь я говорил здесь можно выпить кружку кофе за полтора евро и тоже есть большинство все наши ресторанчики поняли как привлечь к себе туристов делают горки качели для того чтобы дети могли кататься а родители спокойно сидели отдыхали так впереди находится старый город у нас отель magrand есть у нас лавочки вот лавочка где можно подзарядить телефон или ноутбук есть бесконтактная бесконтактная зарядка а есть зарядка а через шнур так я сейчас дойду до яхт и потихонечку буду с вами прощаться вы все очень хорошие все слушаете все хотите приехать черногорию если вы приехать и черно приедете черногорию то можете всегда ко мне обратиться спросить куда вам поехать что вам посмотреть или с поехать со мной на экскурсию больше узнать о черногории попробовать черногорское национальное блюдо в ресторанах я вам покажу те места то что вы не сможете увидеть на обычных экскурсиях на автобусах со мной можно всегда поехать и спокойно отдохнуть не спехом а не то что на автобусы что вы приехали здесь вы через окно по фотографирую здесь остановились здесь пошли все домой обратно это прокурка для яхт ребята подписываемся на мой канал чуба быстрее чтобы не 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 потерять времени тому видео когда выходит второе видео нажимаем на колокольчик чтобы всегда видеть когда проходит второе видео и смотрите черногории я постараюсь сейчас мне каждый день есть экскурсия я беру периодически раз две недели отдых один день что можно было спать с семьей погулять покупаться на море и буду стараться в это время снимать вам видео как черногория открывается для туристов сейчас очень легко приехать черногорию не нужно теста только приезжайте в черногорию а если вам нужно до вам домой тест черногория делает бесплатно тесты но нужно обратиться за 72 часа чтобы вам сделали тест все подписываемся на мой канал ставим лайки и до новых встреч папа папа